Доктор искусствоведения Доктор искусствоведения Доктор искусствоведения Доктор искусствоведения Доктор искусствоведения Вот почему Потому что как-то ты умудрился Не рифмовать Это всё дело Не так Сложно обращать на это Понятие Хотя это всё у тебя есть Но у тебя есть, конечно Жизненный опыт Ты философ Ты человек Большого ума И это в стихах Как раз и присутствует Не обращай внимания Что я тебя так похвалил Не змей за халаты Да Я тебя так похвалил Но я бы другому и не сказал Не обращай внимания Давай знакомиться с твоей поэзией Давай будем Будешь ты читать всё это дело А если хочешь Мы будем, так сказать Немножко комментировать Виктор Данилович Ты забыл про то Что я писал Российской мовой Эти верши Так А чему А ты запитай меня Чему я писал Потому что Для того, чтобы писать верши Треба Ну Володіти Обширной лексикой У меня На той Этапе Рот Вот Понятно Это понятно Не было Тей лексики Яка зараз Сегодня З'явилась Украиномовна И тому Безумовно Я Почав писать И написал Зрештою Сегодня Я не смогу писать Российскую Не потому что Потому что Ты уже думаешь Украинское Втратил я Хоча я розумію Российскую мову Ценую Российскую мову Вона Фактично Мене Виховала И Ну Я буду читать Российскую мову Я могу Залишитись Украиномовным С тобою Давай так Мало того Что Это очень надо Стихи Получились Российскую Но Они же Когда написаны А розмовляти Будешь Своей Редной Украинской Мовой Та И все Добре Что Моя дружина Людмила Вона Мені Сказала Ты Оце Читай Оце Читай А Оце Ди Читай Я Так Тебе Не Говорю Ні Ти не Говоришь Ти Ти Знаешь Сенсу Цієї Програми Ну и Святыни Ти Мои Сыны Бегут По свету В Рассыпную Их Заменяют Болтуны Я Протестую Невежество Глумится Над умом И Сердце Бьется В Холостую Жрует На Крови Погром Я Протестую Устал За годы Восставать То косвенно А то Впрямую Пора Решение Принимать Но я Пасую Но я Пасую Вот Вот Это Неожиданный Конец Конечно В этом Стихотворении Неправда Потому что Вот Все твои Так сказать Негаразды Украинское Слово Такое Вот Идет От того Что ты Откровенно Всю свою Жизнь Начиная С того Как ты Сдал Партийный Билет Советский КПСС Тогда был Большевицкий Билет Ты сдал В 60 Каком Году Это Было В 67 67 В 50 Роке Вот тогда Ты Стихотворение Ты написал Позже Конечно Это Понятно Но Ты Тогда Тоже Протестовал Ты Протестовал В своей Жизни При Любых Раскладах Политических Ты Протестовал Потому что Ты Совестливый Потому что Ты Художник Потому что Ты Поэт Ну Можливо Тут Боже Совест Тут В меньшій Мирі Тут Можливо Це Свобода Ну Я Коротко Там Двих Навіть Можливо 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 Я Пошел Знепасовал Не поэтом Так Я Не буду Ображатися Ну Можливо Це Так Я Висловився З приводу Але Я Не Діяв Потому что Висловлюватися Ідея Це Різні Аспекты Ну Я Цен Діяв Ну Все-таки Вот Сейчас Мы будем Считать Еще Стихи Они Очень Откровенные И Как Сказать Это Слова Очень Серьезного Человека Который Знает Который Имеет Своё Понятие Что такое Нынешняя Жизнь Который Имеет Своё Отношение К нынешней Жизни Виктор Данилович И не боится Об этом говорить Виктор Данилович Я настолько Серьезно Ставлюсь До життя Ти навіть Не уявляєш Але я не можу Серьезно Про це говорити Треба Ставитись Але не говорити Треба Це Якби Переводити В фіронічну Площину Не треба Серьезно Ставитися Розумієш Треба Це Треба Втілювати На практиці В життя А те Що говорити Я там Поет Я там Ще Не-не-не Я ж Так само Не об этом Я Я не об этом Я знаешь О чём По сути Я Ну я Дело Я ж А вот о чём Говорю Ну Каждый человек Может Хортиться Только одним Что он Лично Сделал Для другого И для Других Но ты ж Для других И Не для других А для других Многих Вон сколько Ты сделал Я Не устану Повторять Что я Бо Никогда Этого Не смог На это Нужна Была Очень Сильная Самодисциплина Самодача Это Нужно Было Сядь Взять Так Себя В руки Чтоб Написать Эти Огромные Книги Когда Всё Это Ты Делаешь Виктор Ніна Ты Врожжений Для Иншого Я Не Зможу Тебе Зробить Что Зробить Ты Это Другой И Тому Треба На что Людина Врожжена А та Людина Врожжена Чтобы Платить Податки А та Людина Врожжена Чтобы Защищать А то И Быти Президентом А то Общаете Там Не знаю Я Зрадником Пререченість Я приреченный для этого. Я вылез перед миссией Варваренко и все. И слава Богу, что я встретился через 50 лет знакомства тут. Но я не мог этого сделать раньше, потому что каждый свой час. И вот мой час вот как наступил. Я сейчас с тобой, я с глядачами, слухачами. Я что-то пытаюсь говорить, может я буду читать? А давай, прямо переверни еще одну странинку и давай, у тебя есть вот такое секретарение, называется «Войнотворцы». Мне кажется, оно должно всех зацепить, только не склоняясь. А ну так раздвинулись, вот так, и вон камера, вот туда, чтобы бачили тебя. Ну называется «Войнотворцы». Войнотворцев надо знать в лицо, когда те творят коллегиально. Душа их сплетается в кольцо и на разум действует фатально. Обставляется дела тяжком, в дружбе с пролетарской свободой. Жизнями играет, как мячом, как фигурой в карточной колоде. Войнотворцы смотрят свисока на простых людей, на их работу. Мир выводит правая рука, левая рука войну выводит. И плывут из дальних стран гробы, зашибаясь в стелы обелицки. Вырастает, как грибы штабы, с норовом и взглядом Василиска. А когда в чужой стране народ раскачает блудную планету, Их поправят, мол, не тот подход, и укажут не на ту примету. Если надо, высадят десант, окрестив его, как интербратство. Черной птице слово «оккупант» загоняет ум и сердце в рабство. Запускает ёжика в штаны, между делом взвесив за и против, Раздувает костерок войны, крыш косой затачивая в кортик. Любят тайно милитарный хлеб, хоть рядятся в тоги миротворцев, И скользит в невидимый расщеп над толпой порсуны военотворцев. И слово такое придумал – военотворцы. Я же нигде не слышал. Вот это твоё слово. Ты обохотил украинский словарь вот именно этим – военотворцы. Но тут бачишь, и у меня когда-то я писал свои верши, российскую мову, И показал Царство Небесное, Эмилю Январёву. И там я слово, по-моему, «мураватия». Как? Вот это творение, а не это же, конечно. Слово «муравати», «мурувати». Ну, это же круто, «мурувати» – это «будувати». Но я взял это с английского слова – «тумюэ». «Тумюэ» – это «муравати» как раз, понимаешь? И это, ну, возможно, Эмилю не знал это, но он мне порадил писать. И тогда пиши украинскую мову. Вин – великий російський поэт. Російський поэт. Великий же, так, російський поэт. Так само и Пучков Володимир Юрьевич. Я очень благодарен, что он написал статью про меня, передмогу. И тут, до речи, вот тут он так само написал передмогу до цих вершев, Володимир Юрьевич Пучков. Ну, это такая ситуация. Ну, получилось так. В прошлой передаче мы с тобой говорили о том, что у нас в Николаеве эстетически засиди шин. Вот шины, 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 шины. И ты первый пришел к выводу, что вот эстетика шин, которая у нас вроде бы находится там в скверах, в двориках, детей и все на свете, она как-то раз и прыгнула туда, на Майдан. Ровно три с половиной года назад. Три с половиной года назад прошло за… от тех горьких событий, да, ты в своем стихотворении «Войнотворцы» вот это все высказал поэтическим языком. Но это 20 лет назад. Но это 20 лет назад. Вот что такое предвидение не ученого, которым ты являешься в первую очередь вроде бы, а поэта. Все-таки ты посмотрел туда, почувствовал, что такое может произойти. Виктор Дмитриевич, ты помнишь, я говорил про то, что ну, все художники, они и поэти, все Микелі Анджело и Пикасо, все писали тексти, все освещенные люди. И наш Тарас Григорьевич Шевченко, больший генеальный поэт и генеальный художник. Ну, все так, как оно есть. Так, опять-таки вперед на камеру, пожалуйста. Да, да, добре. Только я, это долго буду. Ну, так долго так. Вот зрителя надо захватить, не просто читать. А, добре. Вот, пожалуйста. Добре. Это как я, режиссер, как говорил. Ну, все правильно. Режиссер, который за пультом, тоже этого хочет. Да, да, да. Мы сейчас будем показывать крупно твое лицо. Ага. Я ищу границу, я ищу сцепление. Когда раньше слово сцепление, вот есть понятие такое сцепление, сщеп, не слив, с пряжей, не слив. Вот я хочу, чтобы ты сразумев. Вот, например. Сцепление душ, сцепление. Сцепление это не то. Да, это тоже может быть. И карданное сцепление туда не западет. Ну, нет. Тут сцепление слова. Тут, разумеешь, тут сцепление слова. Ну, скажи. Я, здравствуй, Витя, я получил твое письмо. Да. Это одно сцепление слова. А получил твое письмо я, Витя, здравствуй. Уже другое это письмо. Иншее, иншее, а это же инший из мест. Так. И вот это я шукал, вот это щеп, не слив. Ага. Вот. Ну, не знаю. Буду читать. Ну, смотри. Давай. Давай. Все, вперед. Я ищу границу между землей и небом, чтобы звезды метили шлях. Я ищу сцепление между водой и хлебом, чтобы с Божьей не тронул прах. Я ищу границу между избой и порогом, чтобы оберег выковать в дом. Я ищу сцепление между собой и Богом, чтобы беды пройти босиком. Я ищу границу между бездной и точкой, чтобы память размыла под пор. Я ищу сцепление между пером и строчкой, чтобы людям стал нужен собор. Я ищу границу между весельем и горем, чтобы сердцем чувствовать мать. Я ищу сцепление между сушей и морем, чтобы скорбь многоликую знать. Я ищу границу между лицом и маской, чтобы в сказке видеть шута. Я ищу сцепление между холстом и краской, чтобы правдой была нагота. Я ищу границу между отцом и сыном, чтобы поросль не жечь в огне. Я ищу сцепление между крестом и крином, чтобы спаса видеть во сне. Я ищу границу между богатым и бедным, чтобы достаток в семьи пришел. Я ищу сцепление между полезным и вредным, чтобы рассудок подмогу нашел. Я ищу границу между сном и бессонницей, Чтоб Христа средь царей распознать. Я ищу сцепление между Духом и Троицей, Чтоб единство трех лиц показать. Я ищу границу между волей и рабством, Чтобы Родину складывал род. Я ищу сцепление между дружбой и братством, Чтоб к согласию стремился народ. Я ищу границу между дымом и пламенем, Чтобы души ушедших хранить. Я ищу сцепление между древком и знаменем, Чтобы стях на их честь водрузить. Я ищу границу между печатью и оттиском, Чтобы право повергло закон. Я ищу сцепление между солнцем и отблеском, Чтобы фальшь перешла Рубикон. Я ищу границу между Богом и Буддаю, Чтобы свет воцарился в вещах. Я ищу сцепление между Христом и Иудою, Чтоб предательство стрелало в мощах. Я ищу границу между орлом и трезубом, Чтоб отчизну свою обрести. Я ищу сцепление между лавром и дубом, Чтоб славу с победой сплести. Да, очень сильно. Вот как раз между Христом и Иудой. Вот сейчас. Как найти сцепление Нам, всем живущим в Украине? Ну, я думаю, что Людина створена Чи приречена На ті справи, на які вона приречена. Ти можешь распізнати Иуду. Розпізнай. Але тут, з іншого боку, Бачиш, є зрадники, Є вороги, І Христос, ніби, Вчив нас Прощати Цих людей, ворогів, зрадників. Прощати. Я не знаю, чому люди зраджують. Я не можу збагнути. Але вони зраджують. Я, чесно кажу, Якщо чесно, Я не вітаю зрадників, Які приходять, скажімо, З Росії до нас І починають щось очолювати. Так само, як і українці Приїжджають туди, кудись, Там, в Росію, Чи кудись, І починають щось очолювати. Тобі не подобається Їдь в Росію. Тобі не подобається Їдь за кордон. Не подобається. Але не зраджують. Тобі не подобається, Ви прощаєте, Парламентська фракція. Вийди. Але не зраджують. Тебе завели туди, Я не знаю, з цієї фракції, Ти є ключчленом партії, А ти зраджуєш І виступаєш проти. Оце найстрашніше Зраджувати. От бути іудою. Тебе взяли в апостоли. Ісус Христос Призначив апостол І ти зрадив Його. А з іншого боку, Якраз і через Нього, Ісус Христос став жертвою. І спас нас. Так що тут, можливо, І не все прямо, відповідь. Треба думати І визначати своє місто. Чи Христос, чи Іуда. Чи можна ти розпинати. Чи можна, хто ти. Ти можеш спостерігати. Ти можеш під Христом бути. Ти можеш, бачати, катувати. Ти можеш. Цю функцію вибираєш сам. Бог тобі дав можливість Визначитися, Ким ти можеш, Чи хочеш стати. Мені здається, оце. У мене так получается, що прости, прощення, а не отмщення. Во многих народах, допустим, обязательно, та ж кромна месть навеки вечна. Там є ж інші религії. А у нас получается так, що прости, але Бог накажет. Не правда ли? І именно Бог имеет право на или прощення, або наказання для цього чоловіка? Ну, тут, бачите, тут через людину, все-таки, я не знаю, яким чином впливає Бог на ту людину, яка, значить, прощає зрадника. Можливо, тут ми це не відчуваємо, але це ж воля Божа. Це ж не то, що я захотів, хоча можна усвідомити, що це вчора мій ворог, а сьогодні він мій друг. Мені подобається формула, знаєш, яка? Яка? Зроби з ворога друга. О, так, це, це надо. Зроби з ворога друга, оце твоя мудрість, оце твоя, облачаю, це твій розум. Ну, ворогів можна наклепати, скільки заводів. Так Трамп щас предложил це ж. Я не знав. Та не знав, да? Трамп сказав, говорит, по отношению кандерів, все, этому, ину, да? Он сказал, да ми можем з тобою подружити, ми можем подружитися, вместо того, щоб туда направляти авіаносця. А у нього спрашивают, ну-ка, неужели ви можете подружитися, господин президент? А говорит, ну, я не знаю, удастся ли. Ну, а вдруг це і случиться? От бачите, що він стоїть, з бізнесмена, перетворюється на політика. Це дуже суттєво. Політик, це шукає можливість. Канєш, кінця, не конфронтація, ні стін, які все рівно, ГДР, разрушили стіну. Ну, що їх строити? Где угодно. Мексикі, Трамп, теж, говорить, давайте я построю. У нас построили стіну. Где только не строили, нет. Стіна между людьми, це невесомий довод. Мені так кажуть. Ну да, якщо зважити, безумовно, ніби кордони мають бути. Бачите, ми ж робимо стін в квартирі. Ну да, міжду людьми. Але тут йдеться про те, що коли є політична нація, коли кордони, межі, то ставлять кордони. І бачите, і кордони між Сполученим Штатом Америки, і, значит, Бразилію чи Оргентину, я не пам'ятаю, це мур високий. Ну, почали у нас зводити якусь межу. Чому? Тому що дуже багато добродів до нас просікається, робить терористичні акти. На цьому етапі це треба так. В Європі, знаєш, кордонів вже ж немає, так? Немає, так. Але чому-то? Там є довіра, там вже народ, якби, відфільтрувався, а в нас дуже багато, якби, злочинців, дуже багато перекинчиків, у нас дуже багато. Ми формуємося тільки. І тут маємо так. Ну, давай, треристник, давай, прочитаємо разом. Я вместе с тобою читаю. Ну, давай, ти читай. Не, Боже, сохрани. Ну, треристник, да? Не имею права. Уперся я в землю руками, чтоб сделать последний шаг, с солдатом меняясь местами, цепляясь за свой рычаг, но он из-под рук уплывает, я падаю ниць на песок, а к солнцу из недр прорастает забытого рода росток, как соки ярят под корою, так в юношу отрок спешит, как стебель неломок весною, так воина дух горячит. По жизни иду без поклонов, хоть падаю вновь на траву, как липка и вязка мамона, как сладостен сон поутру. Но нужно подняться мужчиной, родимым корням сотню лет, удастся ли мне пред кончиной привабить траву огнецвет? Сестер она метит и братьев, блуждающих стомящий душ, клеймит она место распятий и причитания плакуш. Я тыкаюсь в ставни резные, крядусь я к ухожим тайком. Прости, дева мать, что впервые ступил на порог босиком, за мной не гоняются тени, на кухне мои стремена, мой храм бессловесные сени, опора из камня стена. Сними, дева мать, один сколок и клинь на могилу мою, пусть в камне живет твой потомок, я сердце свое отломлю. Полей ты водой дождевою его и поверь чудесам. Из камня тролистник весною крестом поплывет к небесам. Давай попрощаемся сейчас, да? И поставим в нашем разговоре многоточие, а потом найдем тему, о которой мы будем дальше с тобой говорить. Спасибо тебе, успехов! И вам всего хорошего! Спасибо вам! Субтитры подогнали Симон!